Всем привет дорогие друзья, с вами снова Вайт и сегодня у нас будет взгляд со стороны на playdefault.com Последнюю неделю я провел именно на этом сервере и у меня уже сложилось некое мнение, которое я бы смог бы вам сказать, показать и возможно поспособствовать какому-либо решению Напомню то, что в этой рубрике мы не говорим про фишки этого сервера как плюс или минус, потому что для каждого игрока это свое Кому-то нравятся высокие рейты, кому-то нравятся низкие, так что мы просто делаем обзор, смотрим что происходит на этом сервере и на этом в принципе все Дальше вы решаете сами и делаете выводы сами Ну что ж, начнем и начнем мы с самого основного, это рынка на этом сервере, рынок на этом сервере очень обильный Как вы видите сейчас на своих экранах очень и очень много трейдеров сидит в геране, причем самое интересное то, что не только геран у нас заполнен трейдерами Забегая вперед и в Годроте достаточно трейдеров, но оно и ясно почему, потому что в Альбе тут ничего нету, потому что это ПТС-сборка Все что здесь можно купить за донаты не только, есть у Кота и этот магазин на самом деле достаточно скудный Но я думаю то, что в самом начале мы обсудим самое главное, что могут нам предоставить сервера, это фан и ПВП И ПВП в принципе здесь есть, здесь нету множества сайдов, но здесь есть как минимум два крупных сайда, которых пригласили И которые пытаются поддерживать жизнь на этом сервере и поддерживают ее они весьма активно Как вы видите на Nubal RB происходят действительно крупные стычки, это не просто стычка пак на пак, это действительно полноценный клан на полноценный клан И до конца не ясно, кто же из них победит Да, это не стычки четырех кланов, но и стычки четырех кланов здесь совсем не нужны Просто когда у нас вступают в борьбу четыре клана, это все-таки некая суматоха, здесь гораздо все понятнее И скорее всего даже привычнее людям, которые играли на Рофе Я думаю то, что немногие официальные сервера могут похвастать противостоянием больше, чем два или там три клана В целом кланы выглядят очень живыми, нету здесь клана, который преобладает С учетом того, что как клан начинает преобладать над своим оппонентом, он полностью прекращает любой набор своей ряды И потихоньку уже силу нововерстывает клан, который отстает И это кстати очень большой плюс политике этих кланов, потому что туда может попасть практически любой желающий И начать принимать участие в большой войне на этом сервере И здесь никогда не будет однополярности, пока что кэлы будут держаться именно такой политики Переходя же к концепту этого сервера, то рейты этого сервера X30, Хроники, Крация, Финал И это уже должно в принципе все сказать Это ПТС сервер, практически он ничем не отличается от того сервера, который был раньше на Рофе И человек должен быть готов к тому, что он идет не на Hi-Fi, где X30 рейты, это очень высокие рейты, где очень быстро прокачаться X30 же на ГФ, это рейты, которые в принципе позволяют тебе прокачаться соло до 79-го, ни о чем не думая И этому способствует магазин, который есть на этом сервере И в то же время, чтобы прокачаться дальше, скорее всего вам придется искать пачку или клан В принципе, кто знает эти хроники, сюрпризом для него это не будет Но вот кто не знает, на что он идет и на что подписывается Я думаю, что им полезно будет знать, что это не такие простые хроники, где вы получите все и сразу и будет все очень легко Хроники Грация, Финал, это все-таки хроники кланов и большой войны Я думаю, что ни для кого это не секрет Но так как мы заговорили об магазине, давайте сразу его рассмотрим и посмотрим, что же в нем все же представлено А представлено в нем практически ничего Точнее как, в нем есть все, чтобы играть соло, но именно до того уровня пока что вам не потребуется играть в пачке или в клане То есть здесь есть весь топ-А шмот, здесь есть топ-А оружие И самое интересное, что цены здесь весьма лояльны То есть здесь можно свободно прийти на этот сервер, закинуть 500 рублей и играть чуть ли не целый месяц в удовольствии, не зная никаких проблем А когда вы достигнете уровня примерно 79-го, у вас уже встанет вопрос не в том, что у вас не хватает экипировки А в том, что без пачки и без клана будет очень проблематично прокачаться дальше Не так много здесь хороших спотов, а хорошие споты давно уже оккупировали топ-А и кланы Для кого-то это может быть плюсом, для кого-то минусом Но скорее всего на это и идет расчет То есть человек, который начинает соло играть на этом сервере, у него есть время, чтобы присмотреться к кланам и пакам Пока что он берет 79-ый, у него есть весь шмот, у него есть банки и виталки, на которых можно В принципе свободно взять за буквально 3-4 дня тот же самый 79-ый уровень Ну а дальше уже нужно будет как-то выкручиваться Если вы играете неспешно, если вы особо не донатите, тоже играть можно вполне спокойно И за 2 недели, я думаю, то же самое, то что донатор получит за первые 4 дня, у вас тоже будет Дальше же донатор от не донатора ничем не отличается Потому что купить здесь в магазине больше вообще ничего нельзя Тратить колу в принципе тоже не на что На чем зарабатывает сервер непонятно Но с другой стороны все-таки все становятся более-менее равными С проблемой, с которой столкнулся же я, это было взятие третьей профессии Я думаю, то что для многих это будет немного шоком Какие же проблемы могут быть с взятием третьей профессии, особенно когда серваку уже больше недели Но на самом деле все банально просто На 700 мобах убить 700 мобов практически нереально И даже сейчас, в час дня, когда я записываю данный ролик Здесь присутствует столько народа, что убить даже пару мобов будет некой проблемой А с учетом того, что в любой момент тебя могут просто взять и убить А убить тебя не могут тебе безнаказанно, потому что здесь стоят целыми паками То взятие этой профессии становится еще более проблематичным Я конечно нашел выход с этой ситуации Я пошел на халишу, собрав пачку Из-за этого профессия мне далась немножечко проще Но все-таки собрать пати, которая будет обладать варком с ковом Это тоже проблема Но если вы сможете это сделать, то конечно лучше сразу идти на халишу 700 мобов здесь нельзя убить даже спустя неделю после открытия этого сервера Но на этом проблемы не заканчиваются Дальше мы идем брать сап Но опять-таки это еще не самая проблема, потому что сундук дается для всех А вот с убийством Нубл РБ здесь уже без клана точно ничего не сделать Квест Нубл РБ идет только добивающей пати А так как численность кланов у нас превышает за 100 человек То получается и кроме этих топовых кланов, вряд ли кто-то сможет его зафармить И как раз-таки из-за этого момента и происходят такие масштабные стычки и баталии вокруг этого РБ Я думаю то, что сейчас его можно оценивать даже важнее, чем каких-нибудь эпик РБ Потому что Олимпиада на этом сервере запускается с 1 августа Первые герои будут только 1 сентября Я думаю то, что многие уже хотят начать олимпить Набивать свои очки, потому что каждую неделю фарму это достаточно серьезно И это может решить исход судьбы Хира Подводя же итог этого сервера, могу сказать то, что это реально живой сервер На котором есть много PvP и фана Здесь гораздо дороже стоит победы Здесь гораздо дороже Хира И эмоции скорее всего будете получать тоже гораздо ярче И этот сервер реально нельзя назвать плохим Над ним работают, здесь банят ботов Ботов здесь практически не видно В отличии от прошлых серверов playdefault.com Что говорит о том, что администрация заинтересована в том, чтобы этот сервер прожил подольше И это очень здорово, но я обещал не говорить никаких плюсов или минусов по тому или иному факту Потому что для кого-то это может быть плюсом, так и минусом Из-за этого я постарался показать основные моменты на этом сервере Дальше вы выводы сделаете сами Сами поймете, стоит ли вам пробовать играть на Грации Финал или нет Но что я могу сказать с уверенностью То, что игра на этом сервере только начинается Потому что запуск олимпиады у нас только с первого числа Первых осад и ТВ еще не было А догнать основную массу по уровню здесь не заставит никаких проблем Ну а на этом я буду заканчивать С вами как всегда был Вайт Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео Если вам нравится эта рубрика Мы будем ее обязательно продолжать И выбирайте хорошие сервера Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok